Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья! Мы сегодня приехали в день Евене на рыбалку ночевой. Открываем первый лед. Идем на большое секретное озеро плавить окуни. Пять километров пути в один конец пройдено. Потихонечку начинает расцветать. Отец набурил лунок. Рыбачить мы сегодня будем на одном из заливных озер. Первый лед 2020. На, пробуй! Пойдем на мель туда. К ручью, где-то Серега рыбачил. Как, левый? Да, обычный. Не-не-не, обычный. Тьфу, песня! Песня? Песня, да. Мой давить надо, чтобы он зашел. Потом-то он пойдет, а этот даже не давлю. Тут, видишь, он какие? Ну-ну-ну. Со скосами. И мне нравится, что вот эти вот ножи, я их люблю. Они вот эти вот полукруглые. Вот прямые ставки, совсем другая песня. Ну что, солнышко встает. Первый пяток лунок я просверлил. Поставил вот такую вот мормышку с ядреным глазом. Моя мормышка самодельная. Нимфочка такая с глазками. Сторожок испытываю. Сашки Зайцева. Ну, удочка, леска 0117. Рыбка тут есть разная. Так что запас по прочности нужен. Пока что, в результат, одна поклевка. Ну что, поймал-то? Ну, а пушки есть. Хорошие. Зачетные, в принципе. Ну, вот вообще. Красавчики. Ну что, пока результат не такой, который я задал. Но будем искать свою рыбу. Будем перемещаться. Сверлить лунки. И не унывать. Ура! Ура! Поймал достойного конька. Вытряс, так скажем. Пойдет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот это пакетико куней Которые поймал дядя Веня Сейчас мы пойдем спросим, как он это сделал А что подсаживаешь? А вот эти резинки-то, твистеры-то А, резиночки? Ну, сейчас мы тут найдем что-нибудь красненькое Так, ярко-красное нету Ну, вот хвост этот что ли Хвостик сейчас Сейчас мы его оторвем Вот эту вот дольку Там морковка уже вот прекрасная Но все равно И посмотрим, может что-то это будет Трогал я его, а врать не берет Трогаю, а врать не берет Вот так вот добавим Оживить Оживить эту бормышку Надо больше добавить бельку Так, и как это получается? Просто ты трясешь? Ну, вот на дно кидаю На дно Покидаю на дно Покидаю на дно А, ну, то есть приманиваешь Покидаю, да Муть-то поднимается немножко Они там, как будто кто-то вылазит оттуда из дна И пошел тихонько вверх Паузу, подергал Опять вниз Травить его надо Травить, травить А, он и начал Разогревать его Разогревать надо Потому что клева нету Он вообще стоит никакой И то есть вот на эту провокацию Да, вот это вот именно А когда это Там что-то так Поактивнее Поактивнее Сегодня Тогда он нет-нет Это самое Что-то Откликается, да? Откликается, да Ага Понятно Ну, слушай Судя по этому солидному пакетику рыбы У тебя дела обстоят очень хорошо Это как бы результат Вон он Тут что языком болтать Когда вон Все это, как говорится, налицо Да, ну слушай При таком-то клеве Не столько поймать, да? Да Это что-то значит У меня сегодня Совершенный результат Ну, никакой, можно сказать Я поймал очень много мелочи Вот А по размеру у меня, конечно Я два дня назад был здесь Метр Полметра От одна Где угодно Вот так же Вот это Его Он Бам-бам-бам-бам-бам А сегодня-то он ничего не делает А, то есть Сегодня Он не клюет Да, у него вообще Сегодня не клюет Понятно А экземпляры вчера Ой, позавчера были такие же, да? Ну, такая же рыба была Точно такая же Ну, клевала активно Понятно В одной лунке Вон в одной лунке Даже 32 штуки Вообще подряд Угу Все понятно А сегодня вот Один лежит Потом может и вообще не клюнуть Угу Нормальный вывернулся Все-таки соблазнился Хороший Неожиданно Что нужно Смотрим Вернулся Вернулся Ну,rac inic induced Руши. 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 Уsu. Руши. Пок системы. Руши. Руши. Рek acid. Ремонт. Ребку м заворчenario. Ребка сам не правим. Это живая casa. Ребка. Лежная. А что такое глаз? Он запах имеет, это всё такое. А окунь уже хищный. Он даже своего моряка жрёт. Всё, нет, нет. Какие поклёвки-то? Я же говорил, вот так, вот такие поклёвки. Это от чего? Это он глаз этот вот, это он почувствовал родича какого-то маленького. На его! Сразу в рот загватывает. А ты мормышечкой рыбачишь, рыбачишь. Он подойдёт, вот так её возьмёт и чуть-чуть зацепил его. Ну не берёт он. На платной рыбалке, вот как он рассказывает, я кидал, кидал, ловил. Тут раз и не клюёт ничего. Думаю, ну ладно, дайте чебачка. Да на, забери, чебачок. Там же на карпа сидят. Я его цепляю, поплывок, а там течение. Закинул метров на 20. Всё, встал. У меня течение вот так. Пошло, пошло. Чебак идёт у дна. Я дно-то знаю. А тут щуки стоят. Ну как они чебака-то пропустят? Да никак. А не раз его. Популок у меня буль туда. Я подождал маленько. Вот. А течение и всё такое, как будто он там живой. Я раз-раз-раз-раз. Подсекаю. Найте щуку. Только единственно кричу. Щука! Они все бегут с пацанчиками ко мне. Слева, справа. Я говорю, убери свой пацанчик. А что? Да вот такой пацанчик придётся. Там этот Саня, как он? Саня Рыбак его прозвали. У него вот такой пацанчик. Я говорю, Саня пацанчик берите. Они подходят. Черпанули её, вытащили. Вот когда не клюёт щука, её тоже можно ловить. Но там есть свои эти... Вот это пустышка. Мыс туристов есть. Это мочежинка. Где честные, там мочежинка. Следующий мыс. Вот. И мыс туристов тут. Вот. Там потом мостики идут. Там глубина такая, мостики. И до пенермой лагеря всё мостики. Я знал каждый мостик, чей хозяин и всё такое. Вот. Я утром приезжаю, мостики все заняты. Они все ночью просидели там. Ночью что-то у них клюнуло по две-тые там сорожки. Может подлесик лезть. Вот. Они ну как сидят. Это всё такое. Утро наступило. А когда утро наступает, лещ от дна подымается. Солнце подымается. Лещ тоже подымается и начинает живым кормом кормиться вот это вот тут. Да, мы их не видим, а их там полно. И он на метр, на полметра подымется. Он смотря как там от чего, от течения, от всего, от ветра зависит. И тут уже кормится. А они со дна. Не клюёт ничего. Один пошёл, второй пошёл. Я смотрю, мостик освободился. Я подошёл, раз сел на мостик. Ну вот, на берег вышел. Он был, ладно бы, вышел на берег, да домой пошёл. А он вышел на берег, встал и стоит. Потому что рыбаки сидят, всё, и я на мостик ещё зашёл. Что тут этот типа будет делать? А у меня уже удочка-то готова, катушка. Я опускаю. А у меня японская удочка уже была. Я её, это, с этого, за боку привёз. Я раз-раз-раз поднял на 70 сантиметров и жду поклёвку. Он начал уже. Он засасывает, когда у тебя этот. Я раз, лещ, лещ. Я его тянул. Мужик говорит, а чё? Я говорю, вот леща поймал. Не, я домой не пойду, я ещё посижу. Я говорю, ну посиди, посиди. Я с мостика ушёл, он сидит. Посидел, посидел. Но не клюёт. А я им не говорю, что лещ-то вот здесь вот. Чё толку вы сидите? Ночью вы поймаете, вечером там. Он опускается кормиться там, потому что они корма накидали там всё. Ну днём-то не клюёт. Вот. Прихожу, они уже. Вень, проверь, у меня есть тут леща? Нет. Я говорю, ну давай. Завазь. Типа, Мостик, это здорово. Я залезаю, опускаю. У тебя стоит лещ. Ну я тогда пока не пойду. Ну сколько он просидит? Час-два ещё. Чё толку-то? О, они блямбу эту закидывают, там два крючка там. Всё, всё на дне лежит. Ну толку-то? Мне так смешно всё было. Они уходят, я их ворочаю и тут. А когда ветер, вообще загибает. Вот всё. Когда тихо, он так аккуратно, он как-то это заглатывает губами-то вот этими. И вот у тебя сторожок-то вот это вот. Интересная рыбалка была. Ну сейчас, конечно, когда перестройка началась, водоём посадили махом. Сразу посадили. Сети, километры, всё. Нерес, сетка, ну не дают отнереститься рыбе. А у нас икры ничего нету, она у берега на мели икру мечет. А они всё перегородили, она на глубине мечет. Ну и чё толку? Там всё погибает, икры нету, малька нету. Рыбу наловят мешками, я видел всё. Ну и чё, и водку пьют. Сутки пропили там, а лето всё пропало, протухло. Кошмар какой-то. Мы русские, я ничего не понимаю. С нами что-то это, никого. Да нафиг ты тогда её ловишь. Субтитры сделал DimaTorzok